Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Мы в эфире. Я сегодня не один. Спасибо, что вы с нами. Это программа «Влияние». Юра Аскеров. Юра, приветствую. Добрый вечер, доброго времени суток нашим зрителям. Спасибо. Будьте благословенны, дорогие друзья. Пусть Бог благословит вас. Welcome back. Мы с Юрой будем проводить, скажем так, наверное, завершающую программу сегодня. Из цикла и серии программ на тему иудейские традиции, культура и все, что с этим связано. Мы проведем, наверное, это последнее, скажем, завершающее. Да, но если наши дорогие не захотят, чтобы это продолжалось. Кстати, я был в одном из штатов пару недель назад, и мне в одном кругу братья задавали ряд вопросов по одной из наших тем, которые мы проводили. Говорят, вот мы смотрели, вот ты с Юрием говорил, относительно Никодима мы говорили, очень интересные мысли были относительно встречи Никодима со Христом. Была традиционная точка зрения, и было все-таки традиционно, это то, что нам дедушки сказали. А мы с тобой углублялись более, тем более ты, более углублялся в другие источники толкования, более расширенные и более, скажем, даже обоснованные богословами, то есть исторически обоснованные. Одно дело, что дедушка с села мне сказал, другое дело, когда мы пользуемся энциклопедиями, справочниками, толкователями и прочее. Ну, для меня очень много дал Лопухин, это толкование 12-томник, толкование на книги Ветхого и Нового Завета, также Уильям Баркли, ну, многое оно пришло с книг иудаизма, с еврейских книг, и особенно то, что говорили, что все учителя евреи, они работали по ночам, то есть они писали, они исследовали по ночам, потому что днем они были очень занятые люди. Один был, Маймун был, врачом, и когда он приходил от султана Салахадина, то есть его уже ждало очень много людей, и это были и христиане, и мусульмане, и иудеи, и ни одного человека он не отправлял домой, потому что он понимал, это боль. А работать у него была привилегия по ночам. Кстати, Юра, почему во свете последних наших, скажем, нашей любви или нашей неприязни к толкователям, почему во свете этого случая Баркли, он менее котируется, чем это было раньше? Потому что, когда я, будучи студентом, был также в Москве, мы взахлеб Баркли, когда мы получили по СЭТу, СЭТ это по-русски, как сказать, тома, 12 или сколько там, 13 томов Баркли, мы взахлеб его читали. Я уже приехал сюда, в Америку, и я узнал, что отношения более, так сказать, старопрохладны по отношению к Баркли. Почему это? Почему? Потому что Баркли, Баркли в большинстве не богослов, он историк, он описывает и он дает исторические данные о культуре, о традиции, о другом. Но богословского там мало встречались. Исторического много. Да, больше исторического. Да, совершенно верно. Больше исторического. Так же само у Лопухина. Ну, Лопухин, это был профессор Петербургской академии. То есть, это была звезда, это была высота. И когда я читаю его толкование по книгам Ветхого Завета, я просто восторгаюсь. Я просто восторгаюсь. Итак, мы приступаем к делу. Мы приступаем к делу. Синедрион. Мы озвучивали, и я в основу нашей беседы, все-таки Синедрион, мы пройдемся. Хорошо. По этому особому органу иудейской терминологии. Матфея 26, 59. И, кстати, наша программа в преддверии, не за горами, у нас все-таки Пасха. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти. Кстати, здесь не написано, что получили свидетельство или там нашли, а искали лжесвидетельство. Это как низко пасть надо было. Я понимаю. Но мой вопрос Синедрион. Хорошо. Если мы сегодня будем говорить за Синедрион, просто, я говорю, друзья, нам надо забыть все, что мы знали о нем. Почему? Потому что, во-первых, мы не знаем историю этого органа. Мы не знаем его правил. Мы не знаем ничего. И только маленькие места, которые встречаются в Писании, именно вот это, которое вы сказали. А теперь давайте мы вместе с вами включим такую науку, как Ерминефтика. Это толкование описания. И синегдоха. Весь. Другими словами, оно имеет два значения. Целое вместо части и часть вместо целого. Весь Синедрион быть не мог. Почему? Потому что были правоверные иудеи, которые в преддверии Пасхи, пасхального всего, они готовили свои дома. Они готовили свои семьи. К субботе также готовились. Да, да, да. Но сначала они готовились к Пасхе. Это надо было убрать дом. Это надо было произвести такую детскую игру. Они брали хамец, то есть кусочек квасного. И отец его прятал. Уже дом был вычищен полностью. И он в последний раз просит детей, поищите. И он где-то на видном месте оставляет этот кусочек. И когда дети его находят, то есть дети участвуют в игре по очищению своего дома. Хорошо. Дальше. Нужно было сделать мацу. Нужно было сделать все приготовления к пасхальному дню. И когда даже мы видим, что в притуре были люди, там была очень маленькая часть. Это я говорю то, что говорят сегодня христианские теологи. И то, что говорят сегодня евреи. Не мессианские. Не мессианские. Евреи, которые признаются в любви ко Христу. Они говорят, что это был правовернейший иудей, который исполнял закон, который жил по Торе. И зависть врагов. Особенно Каиафы, которого евреи считают предателем и изменником. Почему? Потому что они были руководителями страны негласными. То есть первосвященник. А первосвященник имел контакты с римской администрацией. Другими словами, он отвечал за порядок в Иудее перед римской администрацией, от которой получали указания. Хорошо. И вот теперь мы видим то, что большой части Синедриона там не было. Ну, Юра, прежде чем, ты уж слишком забежал заперед. Чуть упростим задачу. Синедрион состоял из 71. Хорошо. Я это хотел сказать немножко попозже. Хорошо. Синедрион состоял, но если вы уже напомнили, я буду говорить это. Синедрион состоял из 71 человека. Число непарное. Почему? Потому что во время голосования всегда получалось так, ну, чтобы было большинство и меньшинство. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть я все-таки углублюсь. 71 получилось у Моисея, когда у Моисея возникла проблема, он поставил 70 старейшин. Потому что проблема возникла. Он перегрузил себя, нагрузил на себя, устал. Пока его тест не говорит, ты измучишь и себя, и народ. Избери 70. А ну-ка, помоги. Я, кстати... Там получилось два человека, которые не пошли, два старейшины. Они, как говорят еврейские толкователи, они посчитали себя ниже остальных. Ниже. Пошло 70. Слушай, почему 71? Откуда, кстати, возник этот вопрос? Я не знаю, откуда, но вопрос заключается в том, непарное число. Непарное число. А с этими двумя людьми Дух Божий сошел на них встанье. И они начали, как говорится, и пророчевать все, пророчествовать встанье. То есть данных и сведений, почему именно 71, а не 70, мы не знаем, да? Просто непарное число, да? По крайней мере, я не знаю. Понятно. Я пока не нашел. Меня этот вопрос не интересовал, просто-напросто. Юра, ну и плюс к этому, хорошо, почему они все-таки разделялись функции, кроме этого еще на 23 разделялись? 23 – это были сенедрионы, малые сенедрионы на местах. Это вот как в каждом городе. Регионально где-то там, да, да, да. Понятно. И если что-то не решал местный сенедрион… Тогда федерально решал великий сенедрион. Хорошо, ну давайте мы по этим 71 человеку. И снова же сенедрион делился как бы на две части. Была фарисейская и саддукийская части. Это очень интересно. Почему? Потому что саддукий – это было местное знать, религиозное знать. Ну, будем говорить, потомки Аарона, люди, которые не верили, между прочим. Разве она не была более политическая, чем религиозная? Ну, дело в том, что в первую очередь она была религиозная. Там были, состояли только потомки Аарона. Только. В эту среду или в эту касту не имел права войти никакой другой человек. Никакой другой. С другой стороны, это были фарисеи. Фарисеи, снова же, они делились на семь частей. То есть семь видов фарисеев, которые были. Хорошо, что я могу сказать за фарисеев? А потом я перейду снова к Синедриону. Самое первое – это были святые люди. Фарисеи. Да, это были святые люди. То, что нам иногда показано в Писании, да. Извините, перекосы бывают везде. Даже Христос о них говорил. Даже Христос говорил. Да. И даже сегодня мы о многих наших говорим за перекос. Именно рицательно мы говорим «ты фарисей». Да, ты фарисей. Но снова же, если шесть видов фарисеев, мы что-то можем о них говорить, ну, такое негативное. Ну да, они делали добро. Они жили добром. И люди уважали их. Но просто знаете, что на кто ставил акцент? Один ставил на свои добрые дела. Вот посмотрите, какой я хороший. На одеждах писали свои добрые дела. Другие были, например, те, которые постоянно говорили «Богу Бог, я сегодня сделал доброе дело, ты должен мне воздать». Извините, были и такие. В христианстве я очень много таких молитв слышал. «Бог, я сегодня сделал доброе дело, ты обязан мне воздать за это». Дальше. Были те, которые называли их «кровоточащие фарисеи». Но это была очень интересная категория людей. Почему? Потому что, когда они на улице видели женщину, они закрывали глаза и шли в столб, не столб, угол дома, не угол дома. Шишки набивали себе. Да, да, да. Набивали не только шишки. И практически они ходили немножко как бы окровавленные и так дальше. Хорошо. Ну вот это оцарапанные кровоточащие фарисеи. Были фарисеи, которые всегда задерживали исполнение доброго дела. И они всегда находили место, то есть оправдание для того, что они не делают то или иное. Но это тоже были люди. И это тоже были фарисеи. И это тоже были люди, которые посвятили свою жизнь для Всевышнего. Хорошо. Идем дальше. Фарисеи – писта и ступы. То есть называли еще горбатый или спотыкающийся фарисей. Снова же они и шли, не поднимая ног. Ну и снова же за что они цеплялись. И была проблема. Дальше. Всегда подсчитывающий или подводящий итоги фарисеи. Но снова же, мы говорили, люди, которые постоянно вели расчет между собой и Богом. Дальше. Робкий и боязливый фарисей – это человек, который постоянно боялся ада. Постоянно ему ад мерещился везде. И вы знаете, в народе сегодня у нас это называют, ну, они под каждым веником беса видели. Ну и последняя группа фарисеев – это боголюбивые фарисеи. Это люди, которые ради Всевышнего, ради закона, ради исполнения Торы, они ищли на все. Если нужно было отдать свою жизнь, они ее отдавали без зазрения. В иудаизме это называется освящение имени Божьего. Другими словами, когда я отдаю свою жизнь за Всевышнего, то есть я освящаю Его имя. Так же самое, как сегодня у нас слово прославление, оно идет в неправильной интерпретации. Почему? Мы сегодня привыкли к прославлению – это прыгают, хлопают, танцуют и так дальше, поют. Но в Писании – это греческое слово, которое говорит «познакомить», «представить». Когда я знакомлюсь с Всевышним через Его слово, я прославляю Его. Когда я разговариваю с другим человеком о Нем, когда я говорю, какой Бог прекрасен. Это тоже прославление. Это прославление. Дальше. Когда я исследую Писание, когда я делаю что-то, то, чем больше я укрепляюсь и познаю Всевышнего, снова же это идет прославление. То есть мы что сделали, мы сузили это слово до понятия прыгания, топания и прочее, гиканье. И вы знаете, будучи на Украине, будучи на Украине, и шло прославление. Мы встречали людей неверующих. Это была уличная евангелизация. И мы рассказывали людям. И вопрос заключался в том, мы видели, как горели их глаза. И это прославление. Это прославление. Кстати, возвращаясь, то есть не каждый фарисей был плох, оказывается. Да, не каждый. Потому что мы огульно всех так под одну гребенку постригли, что если фарисей, и даже в молодости мы позволяли себе, Юра, мы позволяли, глядя на старшее поколение, а глядя на некоторые замечания или подсказки, мы говорили, да, это ты фарисей. То есть все-таки были хорошие фарисеи. Почему мы думали и говорили так? Потому что другой информации мы не получали. Но снова же я смотрю на Никодима, который пришел ко Христу. Вы говорили сегодня за него. Иосиф Аримафейский, который не побоялся никого, пришел, попросил тело Христа. И принес благовоние для помазания этого тела. И было множество... Они были, кстати, членами Синедриона. И многие другие. Они приглашали Христа в свои дома. Но по именам мы никого не знаем. За исключением еще Гамалиил был. И были источники, все-таки Павел был, были источники, я где-то помню, читал, насколько это достоверно, что он все-таки частью был тоже одним из членов Синедриона. Нет, члена Синедриона он не мог быть, не имел права, потому что еще был молодым. Это с одной стороны. Но за его холостячество, или он женатый был, или он был холостой. Но здесь можно, как говорится, говорить и так, и так. Почему? Мы говорили с вами в одной передаче за произвольный грех. Когда человек менял, как говорится, религию, или ишел какой-то путь от этой религии, жена имела полное право отказаться от него. Но удивительно, что Павел не женился. Павел не женился. То есть, видно, он сохранял верность своей супруге, или же он полностью, как говорится, был посвящен то, что он делал. И так возвращаясь к Синедриону. Да, да, да. Функции Синедриона. Функции Синедриона. Это было исследование Писания. Раз. Дальше. Это был суд. Два. Судейская коллегия. Да, да, да. Если, например, два района где-то что-то не поделили. Они приходили в Синедрион. Они говорили свою просьбу. И тогда собирался Синедрион. Он выносил решение. И это решение было обязательно. Включая смертельное, на смерть решение. Включая. За смерть мы немножко поговорим дальше. Почему? Потому что это уже будет судебная функция этого органа. Хорошо. Теперь мы смотрим. Была часть, как говорится, фарисеев, часть садукеев. И мы знаем, что в большинстве, в большинстве, там было во время того, когда выносился приговор по отношению Христа, там больше была садукеевская часть. Они даже в воскресенье мертвых, которые не верили, да? Они не верили. Да. Они не верили ни в дух, ни в воскресенье мертвых, ничего. Они верили только в Пятикнижие Моисея, не признавая ни пророков, ни Писания. Ну, это были садукеи. И были люди, которые были заинтересованы в распятии Христа. То есть это были в большинстве садукеи. И маленькая группа тех, кого пригласил лично первосвященник. Хорошо. Мы видим дальше. Если Синедрион решал какую-то проблему. Вот, например, судебную. Мы сказали с вами, что они решили вопрос, и он обязательный для согласной стороны и несогласной. Второзаконие 17 глава. Там четко и ясно написано об этом. Хорошо. Дальше мы смотрим. Давайте мы обратим внимание на то, как избирался Синедрион. В Синедрион это было самое демократическое общество всех времен и народов. По избранию. Да. И по избранию, и по ведению, как говорится, дел, которые вел Синедрион. Почему? Например, в Синедрион избираться мог каждый человек. Любой. Но предпочтение отдавалось учителям. Почему? Это люди знали закон. Это люди, которые были умудренны жизнью. Это люди, которые могли ответить на множество вопросов. Почему греки всех евреев называли философами? Всех буквально. Хорошо. Теперь Синедрион избран. И вот теперь как в Синедрионе начинался разбор какого-то дела. Например, пришло дело с какого-то там села или деревни. И вот теперь, кто начинал говорить первой? Первыми начинали говорить люди, которых только-только избрали в Синедрион. Почему? Чтобы мнение более знаменитых не давило на них. Другими словами, этот человек, он мог спокойно рассказать, выговориться, обсудить дело. И снова же, как в еврейской школе, он мог, как говорится, высказать свое мнение учителю просто и ясно. То есть, его мнение. Ну, поднятием руки принималось решение или нет? Я не знаю, наверное, поднятием руки или что-то наподобие этого. Но вопрос заключался в том, самые последние говорили старейщины Синедриона. Или, как их называли, первосвященники Синедриона. Они делали завершение. То есть, последнее слово было за первосвященника. Да. Вот я немножко забегу вперед. Мы увидим, это было преобразом христианского собора или христианского Синедриона. Когда в 15 главе «Деяние апостолов» написано о том, что стал вопрос. Да. Стал вопрос. И если высшие апостолы понимали этот вопрос, люди, которые прибегали от Иакова, простые рядовые члены, которые не были никем, просто приходили, просто... И они начали ходить по другим цеплям. И они начали навязывать свои правила. И тогда Павел пришел в Иерусалим и собрали первый христианский Синедрион. Да. Говорили все. Последним говорил Иаков. Предпоследними говорили Петр и Варнава. То есть, Павел и Варнава. Последним говорил Иаков. И он вынес довольно мудрое решение. Он не сказал, что язычников надо обрезать. Он не сказал этого. Но он повел их этапами. Сначала семь заповедей сыновной, за которые мы с вами говорили. А дальше им сказано, что, извините, во всех синагогах в субботу проповедуется закон. Пожалуйста, можете приходить учиться. Это очень важно. Почему? Потому что понятие беззаконник, беззаконник, это человек, который не признает закон, у которого нету закона. Хорошо. Но давайте мы вернемся к Синедриону дальше. И вот теперь, например, Синедрион выбирает вопрос. И вот вопрос. Вынесение смертной казни. Это тоже довольно интересный выбор. Почему? Потому что здесь мы можем увидеть, что Синедриона там фарисейского не было. Во-первых, когда весь Синедрион, я снова повторяю, чтобы мои дорогие благословенные слушатели не думали, что я оговариваюсь. Когда весь Синедрион, ровно 71 человек проголосовал за смертную казнь, казнь автоматически отменяется. Вопрос, почему? Пока не найдутся еще несколько человек. Нет. Нет. Ну, потому что вдруг по пути к приведению приговора... Ну, это мы уже будем дальше говорить. Окей. Если все 71 человек проголосовали за смертную казнь, они говорят, значит, судьи не вникли в суд дело. Не нашли ничего положительного в жизни этого человека. И тогда суд отменяется. То есть, постановление отменяется. Дальше. Вынесение приговора и между слушанием дела должна пройти ночь. Ну, и плюс обязательно добавь, что исполнение приговора они не имели права делать до тех пор, пока они не предоставят римскому прокуратору, в данном случае это Пиладу. Да, да, да. Они сами не имели права делать это. Это уже во времена правления Рима. Иногда они приступали, это когда уже что-то было сильно. Когда Стефана побили, кстати, да, да. Они даже у римлян не спрашивали, нарушили и это даже. Ну, потому что там, извините, уже была как бы, я не знаю, кипела ярость. Понятно. Ну, и все. Хорошо. И так ночь, ты говорил это, ночь. И вот между тем, как вынес в слушание дело. Если это вечер был. Да, да, да. Даже это пусть будет утро. До вынесения приговора должна пройти ночь. Почему? Судья пришел домой. Возможно, в Синедрионе у него кипели страсти. Но теперь он приходит домой и он начинает размышлять. Он начинает размышлять. Он начинает вспоминать то, что говорили за этого человека. И, возможно, что-то хорошее, положительное он найдет в этом. Да, этого человека накажут, но по-другому. Но жизни его не лишат. И даже если после того, когда Синедрион утверждает смертную казнь, когда уже этого человека ведут к месту его казни. Вот самопроцессия уже идет. Впереди послан человек, который идет и кричит. Есть ли на этом месте человек, который может что-то хорошее сказать за этого человека. Просьба выйти. И даже уже когда человека ввели на казнь. Синедрион делал все для того, чтобы спасти его. Задается вопрос. Почему произошло со Христом противоположное. Вы знаете, для меня это тоже вопрос долгое время стоял. Пока я немножко не познакомился с правилами Синедриона и все. Во-первых, кто был инициатором распятия Христа? Небесный Отец. Это Агнец. Это была Пасха. Хозяин дома. Это слово же прообраз. Нам надо говорить за Пасху. Нам надо говорить за еврейские праздники. Потому что там очень много символики. И там очень много объясняется. Хозяин дома дает разрешение. Почему так в символах? Весь Старый Завет в символах. Вот начиная от священодействия. Затем, если мы переносим в освятилище и прочее. Там столько много символов. Да, там очень много символов. И эти символы, они многое говорят для нас. Почему Бог так любит символы? Дабы донести до нас великую мудрость Божью? Или ты думал об этом? Дело мудрецов облекать дело тайною. Понятно. Это с другой стороны. А для нас это очень важно. Смотреть в эту мудрость. Смотреть в эту мудрость. Хорошо. Но если я сегодня скажу, ну, жертвенник. Ну, символом чего он был? Ну, хорошо, за жертвенник мы говорили. Ну, возьмем Ковчег Завета. Это то, что стояло в самом неприступном месте. Туда, куда имел право зайти всего один раз в год. Первосвященник. И то с кровью. Во святое святое. Кажется, самое страшное место. Самое строгое место. Да, да. Но, извините, от этого места выходила самая большая милость. Почему? Потому что сам Ковчег... Престол милости. Да. Сам Ковчег, это была, ну, как бы, коробка. Даже не престол наказания, а престол милости. Сейчас. Это была коробка, в которой мы знаем, что находился... Жас. Да. Аарона. Да. Манна. И десяти книжек. И заповеди. Заповеди. И это было символом закона. Мы говорим, что закон был жестоким. Это мы говорим. Мы в него не вникали. Это мы говорим. Мы в него не вникали. Но самое интересное, что Ковчег покрывала крышка. Да. Которое называлось престолом благодати или престолом милости. Милости, не наказание. Милость приходит, кажется, с самого страшного места. Милость приходит оттуда, откуда она практически не должна приходить. И сегодня... Ну, Юрий, мы с вами были в одной церкви. Да. И я знаю, что часто наши братья остановились. Они говорили, Бог есть Бог жестокий, мститель, каратель, наказывающий. Но всегда добавляли, что все-таки милость превозносится на церкви. Было такое, нет? Не знаю. Не знаю. Ты более молодой, ты должен помнить. Я это мало помню. Но что интересно, когда я начал читать Писание в контексте, я увидел, что все эти термины стоят не для верующих, а для отступников или же для язычников. Да, да, да. Но для верующих, милующих, до тысячного рода любящих Его. И теперь у меня встает вопрос, почему живет Израиль сегодня? Ну да. Все-таки милость. Почему мы сегодня видим евреев? Все-таки сколько не было Бога отступления, сколько они Бога не ожесточали, сколько они гневили, не прогнивали Бога, но все-таки милость превозносится на судом. И вот это ответ на твой вопрос. Почему он стоит и будет стоять Израиль? Да, да, да. Это настолько великая тайна. Это глубокая тайна. Это тайна Бога избрания, Бога избранного народа. И поэтому это совсем другая тема, но она очень интересна. Давай как-нибудь мы поднимем эту тему. Итак, смотри, Юрий, друзья, мы в эфире с Юрой Аскеровым. И сегодня, как мы говорим, заключительная наша беседа из цикла иудейские традиции, культуры и прочее. Смотри, возвращаясь к этой процессии, все-таки находились же по Писанию те, которые все-таки голос свой давали, что он невиновен. И так грубо, ярко выражено, все-таки были даже традиции Синедриона нарушены. Так же? Ну да, но нарушали не фарисеи. Вот почему мы говорим, нарушали не фарисеи. Это Саддукеи и те, кого пригласил Каяфа. Анна и Каяфа. То есть левую там тоже были? Да, да, да. Но мы увидели правила Синедриона. Они были до конца. Дальше. Эти правила были после того, когда в 70-м году Академию перенесли в город Явно. Это уже после разрушения Иерусалима. Один из учителей притворился мертвым. Ученики его вынесли, как бы погребать. Его отнесли прямо к римскому полководцу. И он, как Виспасиан, Иосифлавий, вернее Иосифлавий, он Виспасиану сказал тоже, что он будущий император. Он будущий император. Но он это говорил Иосифлавий еще когда был его отец. Когда только начиналась осада Иерусалима. В 70-м году. Ну, немножко раньше. И получается теперь второй. Учитель говорит о том, что уже Тит Виспасиан будет императором. И он попросил у него, что ты хочешь, пожалуйста, разреши перенести Академию в город Явно. И там была Академия. Это последняя, наверное, была. Синдерион последний в 70-х годах заседал. Его потом распустили. Римляне запретили потом. Я понимаю, римляне запретили, но он начал уже как Академия. Понятно. Как Академия. Это был город Явно. И в 90-м году, если я не ошибаюсь, если мне не изменяет память, там переутверждался канон. Так ты знаешь, по истории, я тебе продолжу мысль, что знаменитый Наполеон Бонапарт, император Франции. Не знаю. Возобновил Синдерион. И что интересно, знаешь, для чего он возобновил? Ну, для того, чтобы сделать большую квоту евреев, которые брали француженок. Ну, смешанных браков. Совершенно верно. Потому что, когда учреждалась Наполеоном политическая составляющая нации, стал вопрос, а где же в этой конституции, где будет занимать место евреи? И был создан великий Синдерион. Это по истории. Тоже интересно. Он мудрый был этот Бонапарт, хотя потерпел от русских. Потерпел. Потрепали его русские. Ну, да. Ну, дело в том, что вопроса Наполеона – это одно. Он очень много и хорошего сделал, и нехорошего. Так он считается чуть ли не отец нации во Франции сегодня. Я понимаю, да. Но у нас сегодня совсем другой разум. Конечно. Я просто, Юрий, не хочу уходить в сторону. Давай. Возвращаемся. Если у нас есть Синдерион, если у нас есть правило, я не буду называть имя учителя, но кто учился и кто знает этого человека, они узнают сразу. А ну-ка. Дело в том, что когда мы учились, я задал вопрос. Так. Задал второй вопрос, и вместо того, чтобы получить ответ, я получил то, молчи, грамотник. Так сказали. Да. Другими словами, наших людей не учат думать. Понимаете, есть Синдерион, есть и система обучения Израиля, она учила пацанов думать своими головами. Нас не учат думать. Нас заставляют принять то, что нам дают. Хотя в большинстве это вообще не соответствует Писанию. Ну, даже Писание говорит, вникай в себя и в учения. Вникай. Я понимаю. Вникай. То есть это важно. Я не люблю то, чтобы доказать свою идею. Люди берут, извините, рвут Писание, берут куски, слаживают воедино и говорят, вот это Писание. Нет, дорогие, это не Писание. Знаешь, что мне нравилось? Мне нравится, когда ученики написаны, разбирали Писание. Точно ли это так? Аминь. Это правильно. Почему ты в это веришь? Задаю одному молодому человеку вопрос. Веришь в Господа Иисуса Христа? Верю. Почему? Он растерялся. Бо мои батьки верили. Я говорю, это не ответ. Это такой ответ, бо твои батьки верили. Обоснуй, аргументируй. И твоя позиция мне нравится. А вот это бо мои батьки верили, но батьки за свою веру ответят перед Богом. Но ты должен ответить, ты должен засвидетельствовать. Я понимаю, почему, когда я раньше проезжал семинарии или библейские институты, и я знакомился с студентами, я очень люблю студентов. Я всегда ломал стены, которые были между преподавателями и студентами. Я задавал один вопрос. Скажите, в что вы верите? Скажите, в что вы верите? Ну, и вы знаете, и начиналось, вот мы верим в Дух Святой. Я понимаю. Мы верим в Бога. Ну, и бесы веруют, и трепещут. Ну, что вы верите? Скажите. И мало кто начинал говорить. Я говорю, вы знаете символ веры? Верую. Вот спойте, пожалуйста. И там большинство того, в что мы веруем. Мы веруем в Бога. Иисус Христос, Божий Сын. Мы веруем в Дух Святой. Дальше. Мы верим в Воскресение. Ну, и так дальше. Это не кейские, наверное, так называемые. Там не кейские, и дальше добавлены как сантинопольские. Да, да. Это очень важно, в что мы верим. А как же, обосновать? И Сенедрюно Наша вера не слепая. Мы должны сделать, мы должны акцентировать Юра сегодня. Наша вера не слепая. Я понимаю. Вот именно. Наша вера, наша вера аргументирована. И людям, я говорю, а теперь спросите меня, почему я верю? Я отвечаю, потому что он спас меня. Ну да. Потому что он нашел меня. Потому что он сделал так, что я вступил с ним в завет. Потому что его благословение не было сна до мной. Это разумно. Снова же, то, что он сделал для меня, дальше, я верю, то, что Дух Святой сделал свою работу со мной и он во мне. Я верю в то, что Слово Божье, это воистину есть Божье Слово. Авторитет. Авторитет, да. Незыблемый. Незыблемый. Только снова же, я оговариваюсь, не наш русский синодальный перевод, а иврит. И на греческом, то, что написано, это является Словом Божьим. У нас перевод Божьего Слова. И почему... Юра, то есть ты считаешь первосвященники и старейшины и весь Синедрион, то есть здесь не совсем точный перевод. Синекдоха. Там всего не было. Всего Синедриона не было. Но мы с вами только что доказали, что всего Синедриона не было. Понятно. Может даже, потому что Синедрион, это греческое слово, это не русское слово. Да, я понимаю. То есть там его действительно, наверное, всего 71 не заседал. Не было. Не было. Кстати, Юра, ты знаешь информацию, что пять лет назад, пять или шесть, не это, не хочу быть неточным, один из членов Верховного Совета Израиля, Верховный Совет, это как у нас, Верховный Совет из Америки, член Верховного Совета, судья, он дотошно, настолько дотошно и научно доказал, почему были нарушены все законы судейской юриспруденции, когда предали Иисуса Христа. И я когда читал, человек, он не христианин, он не христианин. Он, не знаю, еврей, ну еврей, понятно, потому что член Верховного Совета Израиля на сегодняшний день, но настолько он, если у тебя нет этой информации, я тебе дам, настолько он под пунктом, уже с точки зрения современной юриспруденции, он доказал, этот пункт, этот, там он привел, по-моему, 35 или 37 пунктов, насколько жестоко, насколько нарушены были все законы, то, что было нарушено уже в то время, то, о чем мы сегодня говорим, Юрий, продолжай. Да, вы правы, что это все было нарушено, но, снова же, мы видим, самое первое, самое первое, кто был инициатором распятия Христа? Бог. Хозяин дома, хозяин Израиля. Ну, если он написан, заклон прежде создания мира. Аминь. Ну, это понятно. Это раз. Да. Для чего? Потому что только в этом было наше спасение. Только благодаря этому человек мог получить спасение, потому что невинный, безгрешный и пролита святая кровь. Дальше мы видим правила Синедриона. Пусть там был не полностью Синедрион, но Второзаконие 17 глава говорит, что это постановление, оно было обязательно для всех. И поэтому мы видим, что Синедрион, Синедрион, как бы был связан Божьим Словом. И это дело совершилось. И сегодня, благодаря этому делу, мы с вами находимся здесь. Хотя и Писание так и говорит, что они не знали, что они делают. Апостол Павел говорит... А Каиафа еще и пророчески сказал. Да. Извините. Лучше, чтобы один умер. Да, да. И Писание говорит, что это он сказал, будучи первосвященником, пророчески сказал о смерти Христа. Он даже и не знал. Но он не самых блестящих... По-моему, Каиафа и Иоанна это не самые блестящие были кандидатуры в то время. Евреи их ненавидят. 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 Юра, что мы можем еще... Смотри, мы 40 минут с тобой... Ну, давайте мы немножко еще за дом Иродов поговорим. А ну-ка. Потому что это очень важно и я об этом обещал. Почему? Почему это важно, друзья? Однажды я слышал проповедь одного из пасторей и он говорил, что Ирод, который приказал убить младенцев, Ирод, который дал разрешение на казнь Христа и он получил наказание, его съели черви. Винегрет. Ага. И практически Писание нам не дает понятия, какой из Иродов. Но давайте мы посмотрим. Первым организатором этой династии, ну, я не буду называть антипатра отца Ирода, был Ирод Великий. Или Ирод Первый. Да. Нет, Великий. Это гениальнейший человек. Гениальный строитель. Гениальный зодчий. Гениальный военачальник. Которым восторгались все римские императоры, которые его знали. Гениальный злодей тоже. И гениальный злодей. Которым, извините, его сделала страна, в которой он руководил. Снова же, я это все читал Иосифа Флавия. И поэтому... Он, кстати, даже евреем не был. Он Идумеем был. Он Идумей. Он Идумей. Но где-то в 167 году до нашей эры Иоанн Гиркан завоевал Идумею и обрезал Эдемитов. То есть, сделав их, ну, как мы говорим, фейковыми евреями. И вот теперь мы видим, что этот человек правил страной. А, кстати, помоги мне, помоги мне. Сколько до Маковейского периода, это же то время было, когда его отец был увязан где-то с маковейскими временами, нет? Ну, это примерно 60-й год до нашей эры, когда Гний Помпей вошел в Сирию. Он завоевал Сирию. И ему сказали там за передрягами в доме Маковеев. Потому что Маковеи наследовали и царство, и священство. А не потому, что они правоверные евреи? Нет, они были из дома священников. Это священники. Ну, да, это понятно. Но когда Маковейское восстание прошло, они унаследовали и царство, и священство. Понял. И вот теперь между разными, как говорится, кланами Маковейского дома пошла борьба. Пошла борьба, скидали одного, ставили другого и так дальше. И вот Гний Помпей узнает, и он в субботу входит в Иерусалим. Ты говоришь, это же, это ты говоришь за римлян. Да, да, 60-й год, да. За римлян. За римлян. Да, да. И увидев там многие вещи, через определенное время он ставит Антипатра. Там, то есть отца Ирода. Но Антипатра или убивают, или он сам умирает, я точно не помню сейчас. И тогда ставят его сына Ирода. У Ирода на то время было благородство. Ну, то же он 10 жен имел, или какое благородство? В кавычках. Благородство в том, что часто, когда поднималось восстание, и когда угрожали его дому, он говорит, не трогайте дом, я никого не трону. Другими словами, милосердие военачальника. Но люди делали противоположно. И однажды, когда взяли его брата, он просил, пожалуйста, не убивайте. Я никого не трону. Но иудеи взяли и убили. Дальше. Он озлобился. Да, да, да. Озлобился из-за многих вещей. Начались дворцовые интриги. Но давайте мы его сыновей, потом за эти интриги мы поговорим. Семеро или сколько сыновей? Хорошо, давайте будем считать. Первый, Арестабул, Александр, Антипатр, Архилай, Антипатр, я сказал, не помню. Да, да. Два Филиппа, ну, семеро сыновей. Дальше. Еще за одного писания, это за внука Агриппу первого и Агриппу второго. Хорошо, давайте мы разберемся с этими людьми. Первый, Архилай. Архилай стал, то есть, римляне поделили на четыре части империю, которая была у Ирода. Ироду Рим понадавал очень много земель. Они увидели, какой он военачальник, они увидели, как он справляется с тем. И когда римляне проходили через Иудею, через его землю, то есть, где должен был останавливаться римский гарнизон, там уже все было готово. И генералы, прочтите, к императору сказали, слушай, Свой человек, свой человек. И для Ирода это маленькая территория. И ему дали и Десятиградье, и другие страны. И была, короче, большая империя в составе Римской империи. И вот теперь ее разделили на четыре части. Самария, Галилея досталась Антипе, дальше Иудея досталась Архилаю, Десятиградье досталось Филиппу, будем говорить, второму, потому что у Ирода было два Филиппа. Получается так, Александра, Аристабула и Антипатра Ирод убил. Приказал убить. Своих собственных детей. Своих собственных детей. Потому что Антипатр, старший сын, он крутил заговоры. И для того, чтобы ему самому взойти на престол, ему нужно было убрать двух сыновей от иудейской принцессы Мария. И вот через вот эти разные интриги Ирод отправляет их в Рим с письмом. Там приговор утверждает, и в Риме их казнили. Буквально за несколько дней до своей смерти он обнаруживает заговор, руководил которым Антипатр. И он приказывает, то есть садит его в тюрьму, но Антипатр говорит, пару дней, и отец умрет, и от следующей... Потерпите. Потерпите. Но кто-то прошел и доложил Ироду, Ирод дает приказ умертвить прямо в тюрьме. Хотя сам уже был в ужасном состоянии. Да. Он умирал довольно страшной смертью. Перед этим он убил свою жену Мариам, которую фанатически любил. Но у него десять жен было. Ну, десять-десять, но эту он любил особо. Последнюю. И когда он ее убил, он не хоронил ее сразу. Но вроде историки говорят, что он положил ее в гроб с чем-то. Ну, я не знаю, или мед, или что. И она сохранялась несколько дней там. И он кричал, ходил по дворцу и звал ее как живую. Он убил свою тещу. Он несколько раз громил Синедрион. Ну, получается так. Он убил своих трех сыновей. Теперь смотрим. Архилай. После его смерти он встает в Иудее. Но пару раз Иудеи поднимали восстание, и он в крови давил его. И тогда жители Иерусалима написали письмо римскому императору. Они просили сместить Архилая и ввести прямое правление римского сената или римского императора. Туда послали прокуратора. Задается вопрос, почему в другие страны посылали проконсулов, а именно Иудею, прокуратора? Ты говоришь за Пилата, за Понтия. Да, да, да. Почему? Дело в том, что ответ снова же мы находим в истории. Проконсула посылали в довольно спокойные области. А прокуратора с армией присылали именно там, где всегда нужна была воинская сила. И вот многие прокураторы, они были в Иудее. Хорошо, Архилай был смещен, и на его место стал римский прокуратор. Теперь смотрим Антипа. Ирод Антипа, довольно интересная личность, хитрая лица. Он увел жену, хоть он сам был женат на дочери царя Орета, он увел жену у своего брата Филиппа, первого, который был лишен царства. Это было по завещанию еще Ирода. Почему? Потому что он тоже был от иудейской принцессы. Почему Иоанн и осуждал его крестителя? Да. За жену? Да. И получается, что когда он увел жену у своего брата, это его настоящая жена убежала, и Орета объявил войну, и Ирод терпел Антипа поражение за поражением, и тогда он заключил мир с парфянами, злейшими врагами Рима. И Рим ему в свое время наполнит это. Вместо того, чтобы поставить его царем, они его заковали в кандалы и отправили Францию умирать в крепость. Ну, я эту историю немножко как бы вклиню дальше. Следующий человек, за которого мы говорим, это Филипп Второй. Это сын от другой женщины. Это Десятиградия, который руководил. Да, да, да. Мудрейший человек, который наследовал от отца самое лучшее. Самое лучшее. И вот о нем пишут, как о мудром строителе, как о мудром управителе и так дальше. Но у нас история идет дальше. Агриппа Первый, сын Аристабула, то есть от иудейской принцессы Мариан. Судьба этого человека была довольно интересной. Он обнищалый бежит в Рим. В Риме он втирается в доверие к Калигуле, когда еще Тиберий был императором. И вот когда он... Калигула был один из сенаторов на то время. Калигула я не знаю был ли он сенатор, он был как бы совместный управитель. Но Калигулу Тиберий где-то прессовал. И Ирон заступился, Агриппа Первый заступился за ним. И Агриппу Первого в наручники и в тюрьму. Ну и получается когда уже убрали Тиберия, стал Калигула и один человек подошел к нему и говорит слушай, ты царствуешь, а человек который заступался за тебя он сидит в тюрьме. Кто? И ему сказали и он вызвал его с тюрьмы. И возвращают его? Нет, он его приблизил к себе. Это раз. Во-вторых, он сыграет в римской истории очень большую роль. Дальше, ему вернули теперь Иерусалим и он стал бы как царем иудейским. Но он оставался в Риме. и получается когда Калигулу убили страна стояла на грани или гражданской войны. То есть Сенат хотел захватить снова власть и армия хотела сделать свое. И вот между армией и Сенатом Ирод Агриппа Первый. И он уговорил Сенат чтобы поставили следующего императора. И этот в благодарность ему дает ему Иерусалим снова же дает руководство то есть контроль Иерусалимского храма дает ему Десятиградия почему? Потому что Филипп Второй уже умер не оставив наследников и он отдает ему возможность уехать туда. И вот теперь этого человека фарисеи и Иерусалим встречались слезами. Это же потомок Маковеев. Но однажды он читал Тору и там написано что сын племенки не имеет права войти. И он стоял и плакал. Но фарисеи и священники подошли и сказали Алиба ты наш. Ну и получается он рад стараться и мы знаем что он убил одного из апостолов это Якова. Дальше он начал гонение против церкви арестовал Петра но что-то пошло не так и Писание говорит что был съеден червями. Следующий человек который выходит на арену это Ирод Агриппа Второй его сын. Снова же ему оставили контроль над Иерусалимом но такой власти он не имел. И вот когда мы сегодня читаем историю об Иродах извините их оказывается в истории был Ирод Великий дальше семеро его сыновей внук и правнук и когда началась Иудейская война правнук поддержал римлян и на этом история дома Иродов теряется. династии Ирода вот такая династия не зря это стало нарицательным точно так как Иуда стало нарицательным так и говорят ох ты Ирод такой то есть это символ жестокости это символ убийства это символ все что связано с самыми низкими человеческими негативами это связано вот именно с Иродом почему говорят но здесь есть и очень сильное предостережение для людей которые хотят власти власть убивает власть уничтожает власть это когда человек не имеет свободы ну извините я был в наших краях извините эти люди они прячутся сегодня за большими заборами для чего от кого от кого от своих же людей ты говоришь ты говоришь я как-то был в одном месте и один из великих проповедников христианских лидеров вокруг него охрана на то время стояло 6 или 7 человек я не помню 6 или 7 человек не подойти не это ну думаю что за помазанник такой это вообще от кого случайно не наш волыняка не буду говорить на прошлой неделе я был в наш вилтеннесси у нас была конференция был обычно президент присутствует ежегодная конференция это был вице-президент пенс вайс-президент был и это беспрецедентное это у нас было христианское христианское все христиане помазаны все охраны было оружие было там часами там часами пустырей защищают от овец сильно сильно это что-то было я говорил по-моему уже не говорю слушай президента Трампа так не охраняли и Буша так не охраняли когда вот они были на этой конференции раньше в те годы как то есть оно увеличивается увеличивается действительно власть она ну она портит это одно и снова же власть делает нормального человека тираном совершенно верно совершенно верно мы знаем историю сколько благородных людей становились у власти чем они кончали ну исключение составляет для меня один человек Йозеф Франко главный фашист Испании да который сделал чудеса который другом Гитлера был кстати да был другом Гитлера и не дал Гитлеру расстрелять евреев но во время войны спас 55 тысяч евреев 55 и он стал обладателем ордита не знаю это награда праведник мира это человек который войну спас хотя бы одного еврея а он 50 тысяч 55 тысяч он был праведник мира номер один интересно осталось несколько минут друзья спасибо что вы с нами несколько слов пожеланий в преддверии великого великого праздника Пасха вот тебе микрофон хорошо друзья будьте благословены это самое главное с другой стороны посмотрите в писании для чего вам нужен Христос почему друзья я это говорю часто у людей спрашиваешь ну ты как твои отношения к Христу люди просто ну как замешкались сейчас нам пришло вот израиль сегодня программа вопрос а для чего нам ветхий завет и снова же ответ посмотрите там для чего вам нужен Христос во-первых где-то водитель ко Христу вы родились как ребенок Царствия Божия и вот ребенка законодатель то есть закон ведет и показывает для чего Христос друзья мы не навязываем иудаизм никому никому абсолютно я сам христианин Бог помиловал меня Бог нашел меня в христианской церкви и я сегодня остаюсь членом этой церкви с другой стороны цель закона Христос посмотрите почему закон указывал на Христа указательным пальцем потому что во-первых все мы грешники во-вторых мы все должны быть наказаны во-третьих спасения нету никакого и здесь Писание говорит что Бог послал своего сына в плоти человеческой для чего он взял на себя мои грехи ваши грехи он отнес это на древо и пострадал за них он умер на кресте и был погребен у богатого то есть констатация смерти и дальше он воскрес для чего для нашего оправдания и это все показывает нам Ветхий Завет и это все показывает нам Писание и поэтому друзья я бы очень хотел бы чтобы с этими вещами вы познакомились и если кто-то спросит у вас слушай а кто такой Христос чтобы ты мог сказать это мой спаситель это мое благословение это тот который заплатил за меня цену это тот который благословил меня извините друзья меня не должно было быть уже я бы не сидел бы здесь в 84 году страшное заболевание но исцеление по милости Божьей Жив Господь Аллилуйя и поэтому друзья будьте благословенны Юрий благодарю сердечно и вы знаете вся красота Нового Завета она заключается в одном единственном предложении Христос умер вместо меня в этом и заключается благая весть хорошая добрая благословенная очень приятная весть Христос умер вместо меня и вместо тебя пожалуйста можно я телефон скажу пожалуйста пожалуйста хорошо друзья если вас заинтересует эта программа и вы захотите задать вопросы поговорить пожалуйста мой номер РЕКОД 916 довольно легкий телефон 588 0588 916 588 0588 да дважды 588 между ними 0 будьте благословенны помните Иисус Христос любит вас мы так же любим вас оставайтесь с нами на импакте всего хорошего будьте благословенны на импакте 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok